Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит и зовут меня Людмила. Друзья, мы второй день пытаемся перенести стеллаж с первого этажа на второй. Мы его пытались запыжить вот сюда. Сейчас покажу. Видите дырку в потолке? У меня было впечатление, что мы, конечно, спускали его собранным, а теперь приходится его разбирать. Не знаю, такие мелочи, такие нюансы, конечно, в памяти не задержались. Может быть, мы его и разбирали, конечно, когда спускали, когда он мне был нужен здесь, но уже после пришло осознание, что я не люблю стеллажи. Именно под цветы я не люблю стеллажи, поэтому этот стеллаж принято было решение вернуть обратно на место под мои рукодельные материалы, под ткани, под меха, под все. Он пойдет наверх, а летом на нем жили бегонии, жили маленькие растения. Короче говоря, те растения, которые плохо переносят жару, я их убирала именно в комнату. Сейчас покажу, где это было. Стеллаж этот стоял вот здесь, возле стены. Вот так вот он стоял. На нем ютились бегонии, малышатник, ну, много чего. Много чего. Стеллаж был полный. В итоге остатки бегоний разбежались вот по окнам. Показывать конкретно бегонии сейчас не буду. Мы, наверное, их посмотрим во время большого обзора, осеннего обзора. Я, честно сказать, не очень люблю снимать обзоры, но вот хотя бы раз в год наверное это надо сделать. К тому же прошла уже полная обработка всей коллекции от вредителей, профилактическая обработка, поэтому надо, наверное, все-таки снять, что происходит. Но сначала наведу порядок, потому как в моей цветочной комнате какой-то пипец происходит. Ну, во-первых, вот здесь с прошлого вечера стоял этот стеллаж. Он был собран. Сейчас мы его разобрали и ждем у моря погоды. Вот знаете, как в мультике про простоквашино, да? Не поймешь, что где валяется и когда все это кончится. Вот такая вот свистопляска происходит. Вот здесь у меня должен, по идее, стоять фикус. Вот он. Он стоит посреди комнаты. К тому же мы, поскольку пытались запыжить стеллаж вот туда наверх, а там у меня висела хоя, вот она теперь вот лежит, висит. А, гроу-бокс. Видите? Крышечка повисла. Крышечка повисла. Не отходит? Вроде не отходит. Так, давайте посмотрим. Не, нормально. Нормально. Хорошо фиксируется. Вот. На магнитную ленту привесили крышку. Плюс у меня здесь еще монстера. Точно так же в полкомнаты. Не знаю, как вам лучше показать-то ее. Вот. В полкомнаты монстера стоит, ждет пересадки. Я под нее купила практически ведро. Практически ведро. Оказывается, знаете, проблема с большими горшками, с большими белыми нормальными обычными горшками. Есть какая-то вычурная, совершенно непотребная, даже не знаю, как это назвать, там в форме лилии, еще чего-нибудь. Но вот обычного, стандартного, нормального горшка, без особых выкрутасов, найти было проблематично. И на маркетплейсах нет. Ни на Озоне, по-моему, ни на Вайлдберрис. А мне нужен был 20-литровый горшок. Ну, хороший, большой такой. Потому что вот этот, литров, наверное, на сколько? На 16, на 18, не знаю, на сколько. Горшок развалился. Ему пора давным-давно уже на свалку. Он лопнул. Поэтому мне, конечно, придется ее пересадить. И вот она стоит и ждет пересадки, потому что я ее тут обрабатывала. И пошли дожди. Пересадку хочется снять. Ну, и пересадить мне ее придется где-то на улице. А у нас сейчас зарядили дожди. Короче говоря, не успеваю между дождями я сделать ей пересадку. Как-то вот так. Вот как-то вот так. Вот такая небольшая перестановочка. Вот это грунты, кстати, для Монстера готовлю. Не факт, что мне удастся перевести ее на минеральный грунт. Ну, или хотя бы на безземельный. Потому что там вот нижняя часть, нижний контейнер, это кокосовые чипсы. Ну, обо всем расскажу, когда будем делать пересадку. Нужно будет посмотреть, как она, по крайней мере, освободится от старого грунта. Может быть, и не имеет смысла, наверное, даже переводить ее на безземельный грунт. Потому что земельный субстрат я ей тоже на всякий случай приготовила. Если там обширнейшая корневая система, то нет смысла обсыпать ее вокруг безземельным грунтом. Ну, какой смысл? Вон он, горшок, который я для нее купила. Вон, видите, в шонике до 2 балогрудика. Вот. Горшок в горшке стоят. Ну, пока вот так. Чтобы не мешались. Чтобы не мешались. Вот такая небольшая перестановочка. Покажу, буквально, мельком покажу, что у меня получается, когда вот это вот безобразие отсюда уйдет. Ну, сейчас, да, начну перетаскивать полки, стойки. Все это уйдет наверх. Там соберется, и там встанут все мои материалы. А фикус вернется на место. Ну, и, естественно, пересадку монстера мы с вами тоже будем ожидать. Вот как только более или менее сухой день выдастся, мы с вами пойдем ее пересаживать все-таки в поля. Да, полевая пересадка будет. Это хорошо. Вот здесь у меня есть... А, я, наверное, вам не показывала, да, никогда. Ну, покажу мельком. Раз уж у нас с вами сегодня такой разговор. У меня... Сейчас, сейчас отойду подальше. Вот так вот мы выходим из дома, из комнаты. Вот, и у меня здесь, с правой стороны, существует вот такая конструкция. Это опорный столб. Вот он. На него опираются балки, на котором смонтирован кто? Ну, типа балкона, да? Типа балкона. И вот здесь, вот эта вот бетонная подставка, это практически фундамент, да, под эту балку, под этот столб. И я решила на нем устроить себе такой сингониумный садик. Потом покажу поподробнее, как это все происходит и кто у меня здесь находится. Вот. Ну, вот сингониумный садик я решила себе небольшой сделать. Вот здесь. Все. Здесь исключительно те сингониумы, которые будут произрастать в моем оазисе, так скажем. Больше я сингониум приобретать не планирую. Если только совсем какой-нибудь, знаете, крошечный, малипусечный для посадки во флорариум. Вот этого количества сингониумов мне пока достаточно. Вот. Но подробнее мы с вами будем смотреть на них потом. Так. На верхний пойдем. Просто покажу, да? Вот он этот балкон. Вот. Видите? Вот так. Вот верхняя часть. И туда уходит лестница. Лестница уходит. А вот возле лестницы здесь пустое пространство, абсолютно бестолковое. Хочу туда перенести в итоге стеллаж с малышами. Вот отсюда его убрать. Не хочу стеллажей. Не хочу стеллажей. Вот. Но это не в этом году. В этом году будет зимовать пока здесь. Хватит мне эпопеи с одним стеллажом пока по осени. Вот. И он будет несколько прикрываться огромным моим фикусом. Вот так. Фикус на подставке. Надо будет подобраться поближе к малышатнику. Откатили. И все. Можно будет подойти и что-то сделать. Так. Ну вот. Без стеллажа я вам, наверное, его здесь не показывала. Да? Вот на этом месте стоял стеллаж. Вот этот стеллаж. Мы поставили ему полку. А до этого здесь стояли адениумы. Вот на нижней полке стояли всю зиму адениумы. Не подсвечивали. И все как полагается. Котлеи. Котлеи, которые висят вот там вот на перекладине все. Они у меня зимой не досвечиваются. Им вполне достаточно того света, который проходит частично через крышу и через стены. Вот. Им этого более чем достаточно. Поэтому я их не досвечиваю никогда. Там нет ни ламп, ни дополнительной подсветки. Никакой. Если вдруг у меня вот тут встанут растения. На пол пускай встанут растения. Я очень хочу сделать красиво. Чтобы мне это все нравилось. Ну это смотря какие будут растения еще. Их вполне возможно, что и не надо будет досвечивать точно так же, как и котлеи. Потому что большая часть растений, которые мы выращиваем у себя, они не требуют такого вот интенсивного освещения, как кактусы. Кактусы, суккуленты, адениумы, скорее всего, пойдут все жить в грубоксе. Вполне возможно, что мне удастся сделать какие-то пятнашки и поставить туда еще кактус и алоэ. Очень бы хотелось. Ну, наверное, я пойду сейчас освобождать вот это пространство. Перетаскивать полочки, стойки, собирать стеллаж. Снова собирать стеллаж. Что-то я вам еще хотела показать. А, ребята! Ребята, знаете, что хочу показать вам? Расширение малышатника. То есть у меня малышатник, он сейчас небольшой. Да, здесь пять полок. Они все с освещением. Но полка вот так метр, а вот так всего 40 сантиметров. То есть вот этой ширины не очень-то и достаточно. И, скорее всего, посреди зимы мне что-нибудь брякнет куда-нибудь. И мне придется каким-то макаром расширять пространство. А почему бы это не сделать сейчас? Поскольку у нас вот такая вот обстановочка. Все равно, да. Все равно мы тут сборки, переборки, разборки. Почему бы нам не модернизировать стеллаж? Ну, как модернизировать? Не слишком модернизировать. Не то, чтобы даже из подручных материалов. Нет, я специально закупила расходники для того, чтобы сделать мой стеллаж, мой малышатник, да. Несколько вместительнее. И, наверное, я сначала это сделаю, а потом вам покажу. Ну, честно сказать, показывать на камеру, как я бегаю тут и превращаю мечты в реальность, нет никакого желания. Нет никакого желания. Вот честно. Поэтому покажу готовый результат. Хорошо? Давайте. Ну вот, я, собственно, закончила модернизацию стеллажа. Какие-нибудь перемены видны? Или не видно ничего в волнах? Самое внимательное, наверное, все-таки углядит, да, что произошло. Ну, давайте, наверное, покажу, да, не буду вас мучить догадками. Так, пошли. Так, вот смотрите, что я, собственно, сделала. Я установила планки под подвесные горшочки. Круто, да? Мне очень нравится. Мне прямо очень нравится. Так, давайте предыстории немножко расскажу. Во-первых, вставлю вам видео, как они выглядели, когда приходили, да, еще до установки. Небольшая вставка для того, чтобы показать, в каком же виде они мне пришли, да. На самом деле, вот это планки. Планки, я так поняла, что это ограничительные, да. Планка для стеллажа, читаю, вверх ногами, чтобы не крутить перед носом, 40 сантиметров. Вот это на короткую сторону, то есть по ширине. А вот это планка для стеллажа 100 сантиметров. Вот. И я так поняла, что это планки ограничительные. Я очень долго их искала, честно вам скажу. Я знаю, что я где-то видела. Но в комплектацию при поставке стеллажа, да, если вы его где-то покупаете, они не входят. К сожалению, они не входят. Это дополнительная комплектация. Вот. И, вы знаете, я убилась. Убилась, искала. С мужем спорила. Он мне говорит, да не производят такие. Я говорю, ну как не производят, если я видела? Вот. Короче говоря, я искала их достаточно долго. Но, наверное, периодически я возобновляла поиски с полгода, наверное. Я потому что понимала, что я хочу и зачем я хочу. Вот. И в итоге я их нашла. Ссылочки на эти планки я вам обязательно оставлю у себя под этим видео на Дзен. Обязательно оставлю. Вот. Или вполне возможно, что выпущу там же на Дзене пост со всеми ссылками. Они, естественно, есть разного размера. То есть у меня ширина стеллажа 40 сантиметров. Я взяла 40. Надо 60. Можно взять 60. По поводу длинных, да, вот этих вот метровых, не знаю, уточню. Вполне возможно, что они тоже есть разного размера по размеру стеллажей. Вот. Вот как-то так. Сейчас я это все буду распаковывать и прикручивать. Я их, естественно, распаковала. И установила все четыре. Четыре у меня длинных планки было и четыре коротких. И вот такие горшочки на них теперь прекрасно навешиваются. Вот. Класс. Мне прямо нравится. Так вот, я установила только на средние полки, на две. Установила сзади стеллажа. Вот они встали. Они будут работать как ограничители. Либо у меня здесь есть свободное пространство. Где флажок? Вот. Сюда тоже можно будет кого-то повесить. Света будет достаточно. И плюс дополнительное освещение от ламп также будет немного доставаться. Но уж на худой конец можно будет повесить еще одну лампу, если цвета будет маловато. Давайте посмотрим, куда я установила еще. Коротенькие установила вот здесь в трех местах. По короткой стороне стеллажа. С задней стороны, вот там, к стенке, да, я установила только в одном месте. На верхней полке, чтобы не съезжали горшки. Что мне это дает? Во-первых, это мне дает дополнительные посадочные места. Вот такая креманочка в такой горшок входит исключительно. Замечательно. Вот. Креманочка на 350. Ссылки. Все ссылки. Ищите на Дзене. Наверное, не устану это повторять. Под этим видео на Дзене. Либо про модернизацию стеллажа выпущу отдельный пост. Так вот. Вот эти горшочки. Вот. Их можно найти на маркетплейсах. Но я покупала их в фикс прайсе. К сожалению, белых таких горшков я не нашла. А взяла в двух цветах. Вот. И если вдруг мне не хватит, потому что количество растений все-таки растет быстрее, чем количество горшков. И посадочных мест. Придется, наверное, идти докупать. Вот это цвет ваниль, наверное, я не знаю. Не написано. Не написано. Ну, точно знаю, что покупала их в фикс прайсе. Сначала купила несколько штук. Забрала последние из наличия. А потом мне дочь приобрела еще в других магазинах фикс прайс в нашем городе. Вот. Вот такой у меня получился апгрейд для моего стеллажа. На самые нижние полки я решила все-таки не делать такие вещи. Потому что там у меня стоят контейнеры с укореняшками, с детками бегоней. Они так и будут в этих контейнерах. И если ставить, допустим, сюда более высокие растения, то света будет доставаться, ну, просто минимум. А с этой стороны не стала ставить, потому что здесь близко батарея. Батарея. Будет слишком жарко, слишком сухо. И нас, конечно, не минует посещение клеща. Вот. А вот здесь все будет выглядеть замечательно. Я думаю, что будет достаточно удобно. Закрутила. Закрутила. Просто от руки. От руки закрутила. Безо всяких ключей. Безо всего. Чтобы иметь возможность в любой момент переставить. У меня есть стеллаж, что вчера собирала. У меня муж три раза, мне кажется, отбирал свои игрушечки, да. Свои ключики. Эту головку, которая трещетку, да. Все время думает, что я заиграю. Вот. Он трясется над своими игрушками. Даже больше, мне кажется, чем я на своими. Одним словом, вот. Вот такая вот модернизация у меня произошла. Ну что. Череночник нужен. И место для малышей все-таки нужно. Для более крупных растений, конечно, найдутся другие посадочные места. Все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я буду им очень рада. С вами была Людмила. Оазис Миссис Смит. Обязательно пишите свое мнение. Стоит ли игра свеч? И понравилась ли вам вот такая вот конструкция? На этом прощаюсь. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok